все нормально настроение хорошие хорошие погоды тоже хорошие ну отлично видите что творит технология за 3000 километров можно делать интервью но отлично тогда начинаем здравствуйте виктория я очень рад что вы согласились на наше интервью которое мы ведем по зуму и тема нашего интервью дзюдо как метод адаптации социальной среде людей с нарушением зрения и я хочу попросить вас в нашем интервью что у нас будет несколько тем одна из них это первичная расскажите немного о себе где вы родились когда где вы учились ну вот такое небольшое видение добрый день меня зовут виктория уже все сказали родилась я в москве как обычный нормальный ребенок только в год и два месяца у меня как проявилось моего заболевание и начались как бы такие у мамы мытарства по больницам какое-то время там бывало надолго но месяцами в больницах вот потом вот была в обычных садах даже в веслях но этого я не помню конечно совсем маленькая была потом уже перед школой я попала в спец садик но это для слабовидящих и слепых где немножко нас там адаптировали как-то занимались поддержкой у кого нужно было там физиотерапию делали глазную вот а потом уже попала в интернат первый интернат московский для слепых слабовидящих но там учились по правилю потому что в москве есть еще два интерната это 5 2 и там интернат виктория извините а первым интернат это на алексеевской который находится до который на алексеевской а вот 2 5 это уже там слабовидящий чисто учится в первом интернате только по брайле учат и вы и вы там проучились в этом интернате получается полный курс средней школы ну да полностью 12 лет и как там но полное образование полностью виктория немножечко о ваших родителях расскажите нашим слушателям кто будет смотреть наше интервью записи своих родителей у меня только мамы папу я плохо помню не знаю мы в основном я помню только ну знаю и живем мы до сих пор с мамой вот отца я особо не помню как как вообще ваша мама если вы ее спрашивали уже будучи взрослой реагировала на то что у вас случилась патология со зрением или вообще в вашем болезни ну честно не спрашивала но у нее в интервью и тогда спрашивает но наверное для нее это был удар сильный не знаю ребенок инвалид все таки это как молодая женщина она честно ну не могу за нее отвечать это чисто у нее надо спрашивала меня как воспитывали не особо не берегли мне не запрещали у меня не было запретов и на что если но я была обычным ребенком и летом у бабушки с дедушкой я делала всю ту же самую работу что обычные дети делают в деревнях там в огородах копаются и копали огороды картошку сажали и собирали все и дрова пилили рубили и таскали и там у нас как холодильников не было у нас была драка даже кто полезет в подполье за продуктами за картошкой чистить все это но как обычное дело как больших семьях у мамы них большая семья у них восемь детей в семье и соответственно братьев сетвер двоюродных много и бабушки у дедушки летом нас туда отправляли так что семья большая и с ребятами которые уже на улице ну насколько я помню меня особо тоже не жалели а также как и все бегала и по крышам и лазила по деревьям но запретов у меня не было таких что ты не видишь ты упадешь этого не делай пальцы перещемишь но такого не было Виктория чтобы нашим зрителям было понятно тоже что произошло именно с вами хотелось бы в общих чертах чтобы рассказали о болезни вы уже в начале сказали когда у вас начались эти мытарства у вас и у вашей мамы но чтобы общая картина была что что произошло и что привели повлияло вот на патологию ну это ретинобластома не первый глаз это рак глаз это первый глаз не удалили в год и два месяца вот второй глаз мне пошло как рецидив уже спустя 10 10 лет не удалили ну и я уже училась в интернате и ну соответственно побрали училась и мы рисовали и занимались это я еще увидела все и начала первом классе заниматься спортивной гимнастикой и когда полностью мне удалили второй глаз я продолжила заниматься спортом и спортивной гимнастикой в том числе и в основном все уже достижения спортивной гимнастики у меня были уже после 10 лет тогда давайте мы плавно перейдем непосредственно физической культуре к спорту как методу адаптации и социальной среде людей а точнее вас ребенка с нарушением зрения получается у вас полная потеря зрения как вообще происходил этот процесс вашей личной адаптации насколько вы сказали что вот начали вы заниматься гимнастикой еще будучи подряд да 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 как это происходило вообще ваши ощущения и что что вы можете нам рассказать ну вы знаете наверное мне в жизни повезло что когда я еще когда я еще видела у меня начались спады зрения я в какие-то моменты видела какие нет и я не могла это определить то что зрение оно падало очень медленно и меня мама подловила то что я свет в ванной не включил но мне просто он не нужен был я видно в тот момент ничего не видела зашла в ванну и там что-то делала не включая света обычно ну как человек который видела же заходит и включает свет вот мне в тот момент ну не нужен был я просто не вижу и забыл включить и даже не посмотрела включен свет не включен свет и как бы по инерции просто зашла я что-то там делала вот и мама говорит видишь или не видишь потом старшие братья и сестра тоже летом как-то меня баловались свет включен свет выключен Говори нам, включен или выключен. Ну, как бы баловались так, спрашивали меня. Я чисто угадывала или не угадывала. И так вот, ну, как-то заметили то, что у меня совсем плохо. И получается, что у меня перепад был, что я вижу и не вижу. Почти не было никакого. И вот в координации движений у меня как бы это все оставалось. И вот у меня была картинка, если это день, то я все вижу. Если это вечер, то уже плохое освещение. Ну, соответственно, свет включается. Я все равно вижу, свет выключается, значит, темно. Ну, вот как представление просто. Мозг жил своей жизнью. Получается, у меня не было резко так вот, что я видела. И мне резко выключили свет. И я не могу уходить, ориентироваться или еще что-то. Я даже помню такие ситуации, что мы с одноклассницей. И моя мама с ее мамой после интерната ехали к нам в гости. И мы от остановки шли с ней впереди них вдвоем. И я вот по памяти шла настолько, вот помню, четко. Я ей говорила, где перепрыгнуть надо. Потому что, ну, я же все дырки, все пальцы, все трещины знала, где там перешагивают. Как бы я уже не видела, но я это все знала и видела. И шла. И ориентировалась вот по бордюрам, по каким-то высотам, по деревьям. Как бы ощущала вот это все, что вокруг. Как будто я это вижу. Ну, конечно, слух при этом обостряется. Ты, ну, вот каждые звуки, они же отражаются от чего-то. И ты вот этим пользуешься хорошо. И, по-первых, я ходила, не пользовалась даже тростью и больше в старших классах тоже. И после школы закончила, когда я много лет, ну, немного, пару лет точно ходила без трости полностью. Виктория, вы занимались как бы спортивной гимнастикой или художественной эта гимнастика была? Спортивной гимнастикой. Это очень, ну, не знаю, считается как очень традиционной даже для всех видов спорта. Как говорят, кто занимается гимнастикой спортивной в детстве, тот может почти в любой спорт перейти. А в гимнастику перейти ты уже не сможешь. А кто вам, кто порекомендовал вам в гимнастику пойти? У нас в интернате был, ну, как не кружок, а была секция спортивная гимнастика. Туда принимали всех. И в первом классе, в подготовительном классе у нас не было. В первом классе у нас был подготовительный класс. Вот, нам сказали, кто хочет заниматься спортивной гимнастикой ходить. А это было в тихий час. И мы сказали, что мы почти все пошли туда, и никто не хотел днем спать. И вот у нас очень, ну, почти, ну, больше половины класса, наверное, ходила на спортивную гимнастику. А вот осталась я одна только уже под конец школы. Спортивная гимнастика заложила у вас, вот, как бы, получается, это первый этап был вашей адаптации в социальной среде, чтобы вы могли максимально комфортно и свободно чувствовать себя. Так можно сказать? Ну, конечно, потому что ковырки, ну, ковырки, это, наверное, самое элементарное. Ты же должен перековырнуться и понять, что ты никуда не укатился ни влево, ни вправо, а четко, и что у тебя голова, ну, как вестибулярный аппарат в норме. Вот мы, у нас даже спортивной гимнастикой не только на секции мы занимались, но у нас обязательно в каждом классе на физкультуре, как у обычных, ну, я не знаю, как сейчас, по-моему, такого уже нет, но у нас было как осень, это легкая атлетика на улице, да, норматива. Второй, как это, после каникул осенних, это спортивная гимнастика, в зале начинаются уже тренировки, это спортивная гимнастика, игровые виды, у нас была, как это, два города называлась игра, ну, адаптированная для нас, под нашу игру, вот мы очень любили ее, она такая, пять на пять мы играли, там, двумя мячами, вот, и, ну, что-то там еще какие-то, а, прыжки в высоту, вот, в зале прыгали, а зимой обязательно были конки, у нас каток заливали прямо на территории школы, и лыжи, мы вокруг катка делали, чтобы успевали во время урока, там, круги, и вот мы там, как бегали, тренировались, все, неважно, видишь ты или не видишь, а уже в более старших классах мы бегали в сокольнике у нас, физкультурник, он нас отпрашивал, мы на все уроки уходили в парк кататься, вот, и нас вывозили. Можно, я немножечко хочу уточнить, как я понял, физическая культура была таким большим направлением в вашей школе для слабовидящих и слепых, то есть большое уделялось внимание физическому культуре, как методу адаптации, да? Да, ну, я считаю, что и таких физкультурников еще поискать нужны, тренировок, которые вот с нами занимались, вкладывались, потому что, ну, не знаю, по-моему, сейчас очень большая редкость, кто возьмется тренировать слепых полностью, тотальников, ну, к сожалению, в большом, потому что координация для слепого, ты можешь, ну, это я и сейчас говорю так, вот после школы ты не обязательно можешь пойти становиться и стать спортсменом каким-то великим, но для твоей будущей жизни, для твоих, как это, передвижений по городу, еще что-то. Адаптации, да, к городской жизни, к социальной жизни, это, наверное, то есть вы можете с полной уверенностью сказать, что физическая культура, ну, как бы, укрепила вас в этом? Да, я считаю так, что укрепила, даже где-то солидарно у нас тренер по плаванию, он тренировал тоже, ходил и плаванием занимался, он сказал, что, ну, нагрузку можно принимать, ну, вот инвалиду говорят там, нельзя нагрузку делать большую, это у нас лепнет или слепой, вот такая нагрузка, куда еще больше, но он говорил, что нагрузку можно начинать с минимальной и потихоньку ее поднимать и никогда никому не вредит, а наоборот, ты укрепляешь мышцы, даже если они у тебя с глазами что-то, мышцы глаз, мышцы, ну, любые мышцы и нервы тоже укрепляешь, и, соответственно, ты затормаживаешь вот это заболевание, потому что движение – это жизнь, если не будешь двигаться, соответственно, у тебя атрофируется потихоньку все, и твои болезни будут больше прогрессировать. После гимнастики как вы оказались в дзюдо? После гимнастики у нас, я как раз закончила школу, и у нас, ну, время перестройки, вот эти тяжелые времена начались, и весь спорт у слепых начал разваливаться, все стало закрываться, ну, потому что гимнастика вообще – это большая, ну, денежная, это большая аренда, залов, ну, это такой дорогостоящий вид спорта, вот, и у нас, соответственно, все развалилось, и я перешла, плавала какое-то время, ну, каждый день ходила на тренировки так же, ну, просто это вот какая-то необходимость уже, ну, без этого никак. Конечно, я только плавала на уровне Москвы, ну, на чемпионат России, ездила только по детям, по взрослым, я не вытягивала, у меня рост маленький, размер ноги маленький, это, ну, важно в плавании, рост и размер ног, рук. Вот, и я стала ходить потом на курсы, учиться для массажиста, и меня познакомили, моя одноклассница и подруга со своим молодым человеком, он куда-то вот пошел и сказал, что он ходит заниматься мягкой школой, говорит, не хотела бы ты пойти. Я говорю, ой, это здорово, борьба, это, ну, что-то нужное, потому что у меня в жизни случаясь некоторые такие, ну, это сейчас, можно сказать, казусы, а так, в случае, ну, что за себя постоять нужно было уметь, и, ну, как раз получилось, что, ну, я думаю, если начну борьбой заниматься, то смогу за себя постоять по жизни, ну, конечно, я пойду, ну, мне это интересно, и вот стала ходить на мягкую школу. Какое-то время я занималась там, это как мягкая школа, что-то похожее на русский стиль, наверное. Но это все виды борьбы соединены как бы вот в одном, ну, я не знаю, как сказать. Ну, комплекс такой, да. Ну, соревнований там нельзя проводить, как, ну, мы говорили, что там два варианта, ты или живой остаешься, или выигрываешь два варианта, других как бы не существует. Вот, и потом, так получилось по жизни тоже, что у меня мама попала в аварию, ну, в установку въехала машина, ее сбила, и нужно, я до этого, как официально, нигде не работала. Я ей помогала, она ходила, как ремонты делала, зарабатывала эти деньги, а я ей помогала там оторвать обои, оторвать что-то старое, все почистить квартиру, а потом она уже вот, ну, делала ремонт там. Как бы такая, ну, нужная вообще работа, и неплохо то, чтобы сложить мешки, и все оторвать, сломать силы, да много же физически развиты. Вот, и поскольку она уже не могла в тот момент была в больнице, нужно было где-то брать денег на одну пенсию, как бы это было очень напряжено. Я пошла работать на предприятии, на УПП, крутить, делать выключатели. Вот, и туда пришел тренер молодой, он только закончил институт и набирал себе группу в Москве под дзюдо. И подошел, сказал, ну, ему кто-то рассказал про меня, что я занималась спортивной гимнастикой и занимаюсь сейчас такой мягкой школой. Он подошел, говорит, ты не хотел бы попробовать дзюдо? Я говорю, ну, давай попробуем. Это был Ислан Ибрагимов. Вот это мой первый тренер под дзюдо. И я как бы стала к нему приходить. И мы стали вот уже потом поезжать везде. Там первый чемпионат России, потом уже Европы и по накатанной пошло. Вы сегодня одна из самых именитых дзюдоисток паралимпиек, так называется, да, ваше направление, в Российской Федерации, ну и вообще, наверное, в мире. Вы четыре раза принимали участие в паралимпийских играх, становились бронзовой призеркой. То есть ваши спортивные достижения, конечно же, не знаю, ну, на самом деле очень большие. Я не сам, у меня четыре бронзы. А у нас, мы на первую олимпиаду, когда ездили, у девчонок, ну, женское дзюдо паралимпийское началось только 2004 года. Его включили в паралимпиаду. И вот у нас тогда было сколько? Раз, два, три. Три бронзы и одно золото у нас. 63 килограмма золота завоевала. А потом еще, это Мадина Казакова. А в 12-м году это Татьяна Севастьянова, она серебряной стала. Ну, я имею в виду, Виктория, я имею в виду то, что вы, ну, такая, как это называется, долгожитель в паралимпийском движении. То есть четыре паралимпийских цикла, вообще как бы олимпийских цикла пройти и на каждом финише выходить с медалью – это достаточно высокие достижения. И не только для вас, но вообще как бы для любого человека. Ну да, только не четыре, а пять. Пять циклов. Пять паралимпийских циклов. В Рио пустили, паралимпийцев Рио уже не пустили, а мы же готовились. Да, то есть у вас пять даже паралимпийских циклов. Скажите, вот одна часть занятий дзюдо, которая сама собой вылилась, так как вы активно принимали участие в тренировочном процессе в результате соревновательных деятельностей. А другая часть, о которой я хотел бы вас спросить, именно адаптационная. Насколько вы думаете, дзюдо, как средство физической культуры, насколько дзюдо, ну, еще больше укрепила в вас уверенность и адаптировала в среде городской, среде обыденной и так далее. Ну, дзюдо, наверное, еще больше. То, что гимнастика – это все-таки физическая борьба. Это уже, как это, передвижение чувства, чувства партнера, чувства, ну, вот, контакта вот этого. Ты уже ощущаешь. Ну, слепые люди, они и так вот, когда ты соприкасаешься с человеком рукой, дотрагиваешься до него, вот тебе на улице подходит и спрашивает, вам помочь? Ты говоришь, если да, то берешься за локоть человека, за руку, и ты сразу начинаешь его представлять себе. Вот в борьбе это очень, ну, нужная такая вещь, и оно еще больше, это ощущение развивается, потому что ты должен чувствовать партнера. Ты держишься за него, как это, за рукав, за отворот, ну, вот, ставят в стойку, сразу берешь захваты. И ты понимаешь, какого он роста, ты его сдерживаешь, как он двигается, куда он шагаешь. Ты должен это понимать и чувствовать. И вот это, ну, очень еще больше обостряется, потому что как он шагнул, куда он шагнул, куда у него тело при этом двигается. Ты, ну, это чувство для того, чтобы ты смог совершить свой бросок. И вот в борьбе это очень, ну, нужно вот это вот ощущение, как будто включаешь зрение какое-то второе. Вот даже больше, чем вот то, что ты сам умеешь прыгать, бегать, это, ну, это хорошо, ты владеешь своим телом, а тут ты еще чувствуешь, партнера должен чувствовать. Не только себя ощущать, но и чувствовать, что делает соперник. Виктория, ну, всем известно, и вы в начале своего интервью сказали, один из немаловажных факторов, который также заложил основы адаптации у вас, как ребенка слабовидящего сначала, а потом с полной потерей зрения, это то, что родители зачастую имеют как-то страх или ограждают своих детей, которые имеют патологию зрения и пытаются все делать за них. Вы сказали, что вам такой благодати, ну, так, да, в кавычках, не сошло. То есть мама и ваши братья, сестры, в большой семье, о которой вы сказали вначале, ну, вас ничем не ограничивали. Вы так же действовали, как и зрячие. Но зачастую большинство, как мне кажется, и вы можете подтвердить или нет, большинство родителей, у которых есть дети с патологией зрения, чересчур, ну, как бы, оберегают детей. Как вы думаете, стоит ли это делать? Не, мне кажется, тут очень важно воспитывать таких родителей, ну, именно как, чтобы они относились к своим детям, потому что, ну, не знаю, родители не вечные, это раз. Что будет с ребенком потом, когда он вырастет, не дай бог, но, ну, вот, что будет, когда он закончит школу? Хорошо, если родители будут рядом, а если их, ну, что-то случится и не будет рядом. За такого ребенка никто ничего не будет делать, он никому не нужен просто будет. Я знаю, у нас, ну, к сожалению, вот в интернате были дедомовские ребята, и у нас девушка одна была, девочка слепая полностью, тотальница. И вот ее после окончания интерната, школы отправили просто в дом престарелых. Ну, кому нужен человек, который не может сам себя, ну, не то что обеспечить, а обслуживать. Ну, конечно, он может сидеть дома, будут приходить, как это, люди, которые соцработники, еще кто-то, может быть, родственники, но это будет везение. Ну, не знаю, не нужно делать из детей потребителей, как ему должны, вам должны, никто ничего не должен. Хочешь жить, умей вертеться, и когда ты ни от кого не зависишь, это очень здорово. Ну, как всегда, можно попросить о помощи, правильно же? Есть люди, которые всегда помогут. Но нужно уметь делать и самим все. Стараться. Ну, я же не, как это, не все умеющий человек, не все могу делать. Я могу попросить о том, что я не могу, не сломаюсь. Виктория, сегодня, сегодня вот как вы можете оценить свои способности, ну, так сказать, адаптивные, по сравнению, ну, как вы, как тотальный человек с тотальной потерей зрения и человек полностью зрячий. Насколько вы в процентном отношении выполняете те же функции? Ну, я не скажу, что прям полностью как-то выполняю, но как обслужить себя, я могу, я не стесняюсь, просить о помощи. Я могу спокойно пойти в магазин и попросить о помощи там администратора, кассиры или еще кого-то, а не сидеть дома и вызывать кого-то, чтобы не принесли и купили. Виктория, в заключении нашего небольшого интервью, но очень интересного, на мой взгляд, потому что проблема адаптации детей с разными патологиями, в том числе с патологиями зрения, зрение очень такая актуальная. Я бы хотел, чтобы вы от себя лично что-то сказали, такое некое послание детям, у которых есть нарушение зрения, и их родителям. Что бы вы им сказали? Ну, наверное, детям в первую очередь меня в школе, когда я училась, даже после школы, называли кошкой любопытной, потому что я старалась везде пощупать, ну, поскольку я не вижу, чем я зрение возмещала, ну, это, соответственно, слухом и остязанием. И чтобы это представить, я все трогала, щупала, обязательно, потому что это, ты понимаешь тогда, ты представляешь это все. Ну, просто еще, я забыла сказать, что в школе с нами очень много занимались, и мы хорошо лепили. И у меня было одно из первых желаний, закончив школу, поступить, стать скульптором. Вот, я любила очень лепить, и вроде бы неплохо получалось, поэтому хорошо воспринимала все сразу, перенимала вот руками на осязание. Это в джудо тоже мне по первости очень сильно помогало. Если я не понимала какое-то движение, ну, говорят, делайте такое упражнение. Я не знаю, я просто подхожу, щупаю человека, что он делает, сразу делаю, потому что сразу представляю, что это такое. И ни в коем случае не стесняться, особенно если это дома, если вас ведут куда-то на экскурсию, просите все трогать, у тебя будет больше о жизни, понятий и восприятий к жизни. Ты будешь больше понимать, чувствовать и знать многое, потому что в музеях это очень интересно. И двигаться, не бояться тоже двигаться, ковыркаться, переворачиваться, не знаю, потому что ты научишься тогда ориентироваться хорошо, перемещаться. Никогда не потеряешься нигде, если тебя сильно толкнули, закрутили, ты сразу найдешься. А родителям пожелаю, чтобы они детям помогали в этом, не опекали, не говорили, что это нельзя, ничего страшного, удариться, обожгется, если плиту включат, что-то пожарят, это тоже нужно. И обжигалась, и пальцы прикладывала к сковородкам. Ну, все на свете это было, и есть тоже. Это жизнь, этому надо учиться, и я думаю, что это неплохо. Ты знать будешь обо всем тогда. Виктория, не знаю. Спасибо большое, что вы так очень интересно и живо рассказали о себе, о том, как вы прошли и дальше продолжаете проходить свой жизненный путь. Я думаю, что те дети, которые имеют патологию зрения и родители, увидев наше с вами интервью, все-таки смогут принять верное решение, и через физическую культуру, через дзюдо, через воспитание адаптировать своего ребенка и сам человек, который страдает с патологией зрения, адаптируется, и таким образом он будет иметь эффективную и качественную жизнь. Спасибо большое вам. На этом мы заканчиваем с вами наше интервью и будем дальше стараться поддерживать с вами связь в будущем. Хорошо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...